Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. И традиционный привет тем, кто у нас в прямом эфире через перископ. Конечно же, приятно осознавать то, что данный канал коммуникации пришелся вам по душе. Действительно, очень неплохо в моменте получать информацию, то есть, опять же, в прямом эфире. Есть временной лаха в плане того, что как только готовится запись, выкладывается, на это выходит несколько часов, а прямой эфир позволяет снять вот эту вот неопределенность и, соответственно, сразу же получить актуальную информацию. Предлагаю возвращаться постепенно на финансовые рынки. Праздники уже позади. У нас все сейчас располагает к тому, чтобы мы уже отдохнувшими, соответственно, возвращались к прежним спекуляциям. И, соответственно, к идеям, которые использовали еще в 2015 году и которые продолжают быть актуальными уже и в начале этого года. Да, нужно признать, что на рынке есть и форс-мажорные обстоятельства, они довольно интересные. Но, честно говоря, тот же самый Китай, он напоминает нам как раз о тех колоссальных возможностях, которые есть на финансовых площадках, о настоящей волатильности, настоящем рынке форекс, настоящей динамике фондовых активов и производных финансовых инструментов. Нам важно следить за новостным фоном, прекрасно понимать, что сейчас является определяющим для тех активов, которые представляют интересы для каждого, скажем, трейдера. И, соответственно, входит в арсенал тех активов, которые вы торгуете изо дня в день. Надеюсь, что тот инфо-обзор, который мы проводим в ходе брифингов, он позволяет нам держать руку на пульсе и, соответственно, вам быть в курсе всего, что происходит на рынке. Предлагаю посмотреть, точнее, даже подвести итоги прошлой торговой сессии. И начнем мы, давайте, традиционно с нашего вступительного актива нефти. С вашего позволения еще раз пробежимся по актуальным ценовым уровням. Клосс прошлой недели 33.76, клосс вчерашнего дня 31.65. Специально я снова обратил ваше внимание на эти цифры, потому что хочу, чтобы вы осознали тот факт, что вчера Brent не просто потерял 2 доллара. Если мы переведем эти потери в процентный эквивалент, получается то, что Brent за одну торговую сессию лишился 8% собственной стоимости. То есть, конца крайне видно этому снижению. То ли еще будет. Мы с вами прогнозировали возможность еще больше просадки, но никак не могли предположить, что эта коррекционная динамика будет настолько выраженной, столь очевидной, и Brent реально нацелится так быстро на уровень ближайшей поддержки, которая сейчас значится в районе 30 долларов за баррель. И на этом, честно говоря, уровне, судя по всему, судя по актуальному новостному фону, судя по тем событиям, которые имеют место быть сейчас для рынка энергоресурсов, скорее всего, этот актив не остановится, потому что мы знаем и отталкиваемся от ключевых факторов, создающих условия для разгрузки Brent и WTI. Это слабость Китая, о которой мы вчера очень много подробно говорили. Важно, чтобы вы усвоили тот факт, что на текущий момент китайская экономика уже ушла ниже 7% по экономическому приросту. Но дальше будет только хуже, потому что мы делаем столь мрачные прогнозы о перспективах китайской экономики, исходя, опять же, из актуальных цифр по производственному сектору и состоянию сферы услуг. Здесь все хуже некуда, тенденция негативная, а поэтому мы готовимся к тому, что Китай будет выступать снова и на протяжении этого года, я думаю, что может быть даже еще на более растянутую перспективу, тем новостным поводом, который из-за собственной слабости будет снижать, опять же, спрос. Потому что Китай является ключевым потребителем товарных активов. Если китайская экономика снижается, если Китай не может, ну, хотя бы убедить рынок в том, что в ближайшее время через какие-то дополнительные действия со стороны монетарных властей создаст условия для постепенного восстановления, значит, трейдеры не верят в восстановление мировой экономики уже в целом и не верят в то, что будет найден баланс между вот этими ключевыми категориями экономического характера спроса и предложения. А поэтому наша главная идея, которая позволяет и далее распродавать позиции бренда и WTI, это гиперизбыточное предложение и недостаточный спрос. Плюс ко всему, у нас есть еще Иран, мы знаем то, что объемы будут увеличены по ставке, это как пить дать после снятия финансово-экономических санкций, и Иран уж точно не откажется от своей позиции увеличения, опять же, собственного производства, особенно в контексте того противостояния и той конкурентной ценовой войны, которая сейчас идет полным ходом против Саудовской Аравии. Честно говоря, я считаю то, что ближний восточный картель, опять же, вот это противостояние будет, может быть, даже более определяющим фактором для дальнейшей разгрузки позиций энергоисусов. И даже уже наблюдая за тем, что происходит с брендом и WTI, выходит, что это уже сказывается в динамике этих активов, но вот когда бренд нащупает хоть какую-то возможность локального восстановления, это большой вопрос, он волнует очень многих, но мы, давайте, не будем искать оптимизм и позитивные моменты там, где, по сути, этого нет. Если бренд сыпется, если мы понимаем, с чем это связано, не будем удрить, а значит, будем делать ставку на еще большее ослабление. То есть, Китай, противостояние Саудовской Аравии и Ирана, избыточное приложение, недостаточный спрос. Все это ключевые, опять же, моменты, факторы, указывающие на то, что этим товарным активом будет еще больнее в ближайшее время. Еще раз напоминаю, из актуальной статистики, что у нас есть? У нас есть факты увеличения производства нефти в США, в частности, на прошлой неделе объемы производства выросли на 17 тысяч баррелей в сутки, доведя общий показатель до 9-22 миллионов баррелей. Это очень много. Это явно говорит о том, что даже несмотря на сокращение количества буровых, о чем нам постоянно докладывают определенные статистические агентства, все равно объемы выработки продолжают расти. Мы подаллельно еще следим за запасами нефти США. В частности, сегодня у нас оценка API, далее еще и официальные цифры от Минэнерго США. На прошлой неделе мы получили сигналы, указывающие на то, что запасы снижаются, но рынок полностью проигнорировал эту статистику. Думаю, что на этой неделе мы, скорее всего, будем наблюдать нечто подобное. Если запасы и снизятся, то, наверное, рынок, как и в прошлый раз, проигнорирует это и будет лихорадить и распродавать активы, основываясь на вот этом более емком фундаменте, о котором я вам сказал в начале брифинга. А если мы еще увидим подтверждение с точки зрения статистики роста запасов, тогда пиши пропало и 30 очень быстро станет реальностью в качестве уже реализованной и достигнутой поддержки по бренду. После теста этого уровня тогда останется только держаться за голову, потому что мы традиционно проводим параллели еще с состоянием российской экономики через рубль. При таком сценарии российская валюта уйдет в прямом смысле в космос, хотя эти значения уже сейчас характерны для рубля. Актуальные котировки по паре USDRAP 76.57 это на премаркете. Думаю, что рубль сможет еще неплохо потерять даже с открытия сегодняшней торговой сессии, потому что давление на нефть сохраняется. И если раньше мы замахивались на уровень 75, мы видим, как эта поддержка, точнее ранее бывшее сопротивление стало уже поддержкой, оно находится глубоко сзади. Достигнет ли рубль в ближайшее время этого рубежа снова, а точнее сможет ли он закрепиться ниже этой поддержки и снова трансформировать его в сопротивление, это также вопрос, который относится к категории больших. Я считаю то, что вероятность девальвации куда выше. Мы с вами поставили в качестве ближайшего ценового ориентира 78, хотя я думаю, что не будет ошибочно сделать ставку на то, что девальвация рубля может в ближайшее время завести его даже на рубеже 80 против доллара. Все к этому и располагает. Наша традиционная связка, которую мы проводим, сравнивая цены на нефть и со стоимостью российской валюты. То есть рублевого эквивалента стоимости барреля нет. На текущий момент 2409 рублей. Минимальные уровни за последние много лет, наверное, даже более чем 10 лет. Тут же говорим о достаточности бюджета Российской Федерации. Вспоминаем последние экстренные меры, которые были приняты правительством России. В частности, премьер-министр России Дмитрий Медведев вчера одобрил необходимость скорейшего, незамедлительного сокращения государственных расходов, то есть секвестра расходов, наверное, минимум на 10%. И мы понимаем то, что пахнет жареным. И реально это указывает на то, что ситуация полностью вышла из-под контроля. Дальше будет только хуже. Говоря про инфляцию в российской экономике. Сегодня, в частности, выйдет этот отчет. Завтра мы поговорим про актуальные цифры уровня потребительских цен. Но я думаю, что у нас на протяжении последних нескольких месяцев, учитывая снижение цен на энергоносители, было немало сигналов, указывающих на то, что нацпотребительский центр продолжит снова карабкаться вверх, расти. И это правильно, потому что, напоминаю вам, про очень простой такой математический алгоритм, статистика, что девальвация курса национальной валюты на 0,1%. Точнее, девальвация курса рубля на 1% добавляет к показателю индексу потребительских цен 0,1%. Сами представьте, что стоит ожидать по инфляции, учитывая такой процентный эквивалент девальвации рубля за столь короткий промежуток времени. И если, опять же, все складывать воедино, получается, что рублю придется тесниться против своих конкурентов доллара и евро к очень высоким значениям. Напоминаю, доллар-рубль метим в 78, а потом мы идем на 80 против доллара. Далее, европейская валюта против американского конкурента. Вчера мы видели то, что евро, несмотря на наличие, так сказать, китайского потенциала, все вы понимаете, о чем я говорю, не смогла добраться до ближайшего сопротивления, которое находится в районе 1,10. Напротив, евро в течение вчерашней торговой сессии теряло, уступило локальное лидерство американцу, просело в районе 1,0858. Произошло это на фоне, опять же, принятого решения Народным банком Китая о повышении обменного курса юань. После того, как это решение было анонсировано, с открытия, опять же, рынков паника немного, скажем, поутихло и трейдеры успокоились. Потому что до этого на рынке были активные спекуляции и опасения касательно того, что Народный банк Китая реально, сознательно провоцирует валютные войны, пытаясь сформировать, скажем, определенный комплекс конкурентных преимуществ для национальных производителей. Но я повторяться не буду. Вчера мы минут, наверное, 10 об этом говорили. Если вас интересуют эти параллели, почему Китай это делает, как он хочет поддержать национальных производителей, и советую еще раз пересмотреть прошлые брифинга. В любом случае, девальвация национальной валюты, да, это потенциальная поддержка для национальных производителей, но все мы прекрасно понимаем то, что если Народный банк Китая реально начнет перегибать палку в плане девальвации, напомню, что были спекуляции и даже слухи на рынке, что девальвация может составить даже 20% в ближайшее время, другие регуляторы также не будут стоять в сторонке и параллельно начнут снижать и курсы национальных валют, чтобы нивелировать вот этот эффект максимальной выгоды для производителей Китая. Поскольку после 8 торговых сессий подряд снижения юаня мы все-таки увидели обратную тягу, и это решение было подкреплено даже не рыночными механизмами, а фактической позицией Народного банка Китая, который сам, собственно, наручно поднял обменный курс, это стало причиной улучшения рыночных настроений. Паника действительно стихла, и по фондовым индикаторам мы даже увидели прирост. Правда, европейские рынки вчера так и не смогли выйти в плюс, а вот Америка все-таки вышла. Но я думаю, что и европейские рынки также в ближайшее время, при отсутствии, опять же, факторов усугубляющих ситуацию, при отсутствии дополнительного негатива со стороны Китая, также смогут выйти на положительную территорию. И снова возвращаю вас к еще одному, скажем, посылу по трейдингу евро-доллару, что в случае усиления позиции европейской фондовой секции трейдеры будут использовать этот рост, точнее, подкреплять этот рост хеджевым механизмом через короткие сделки по паре евро-доллар. То есть это будет располагать, соответственно, к ослаблению главного валютного риска, то есть евро. Но ключевая причина все-таки разгрузки по итогам вчерашней торговой сессии евро, это, опять же, решение Народного банка Китая, это отсутствие такого негатива в плане снижения композитного китайского индекса и, соответственно, все-таки уже отсутствие такого интереса к защитным инструментам, которые присутствовали на прошлой неделе, то есть к иене, к франку. Трейдеры снова стали выходить из этих активов, и логично мы увидели в связи с этим и рост доллара, ну и ослабление европейской валюты, потому что евро, по сути, сейчас лишилось главного триггера для роста, потому что трейдеры уже не рассматривали в качестве валюты финансирования и валюты фондирования из-за крайне низких процентных ставок. Также вчера вышел еще и отчет по индексу доверия потребителей Сентикс, он снова ушел на, точнее, снова оказался хуже прошлой оценки, 9,6 пунктов против 15,7, серьезное снижение, как бы нам не добраться до уровня 5, если это произойдет, значит, у нас будет уже и со стороны, опять же, потребительского доверия самый очевидный кризис, который будет только указывать на те риски, которые имеют место быть, характерны вообще для всего валютного блока. Поэтому возобновление кондиционной динамики – это вопрос самого ближайшего времени. Вчерашняя торговая сессия явно показала тот факт, что на рынке присутствуют прежние медведи, и при определенном стечении обстоятельств, при определенном, скажем, новостном фоне, они готовы быстренько подключаться к игре и, соответственно, снова толкать евро к тому тренду, который мы с вами и прогнозируем, и ожидаем. Это тренд ослабления главного валютного риска. Как только ситуация с Китаем будет закрыта, ну, хотя бы пройдем вот этот блок макроэкономических данных, на этой неделе, правда, еще у нас торговый баланс, экспорт и импорт – это тоже потенциальный подрывной фактор. В случае снижения экспорта, как я отмечал в ходе вчерашнего вебинара, нам не избежать очередной разгрузки и китайских фондовых площадок, китайской фондовой площадки, такой же динамики на других рынках, но и снова повышенного интереса к евро. Но если все-таки в этот раз минует, если каким-то чудом Китаю удастся убедить участников рынка в том, что не нужно негативить и по факту торгового баланса, тогда мы уже к концу этой недели плавненько забудем про Китай и снова вернемся к рискам, связанным с низкой инфляцией и рискам, которые будут указывать на возможности возвращения пары евро-доллар в район 1.05. То есть наша сделка, открытый ордер со стоп-лоссом в районе 1.10 по-прежнему в рынке, у нас это профит на очень серьезном рубеже, надеюсь, на него доберемся. Это уровень 1.05. Пока этот ордер и удерживаем. Далее идем. Доллар японская иена. Сейчас актуальны котировки 117.49. Хорошо, что мы вышли из пары после достижения уровня стоп-лосса 118.50, потому что Китай тогда продолжил создавать условия для повышенного интереса к японской валюте и мы видели то, что минимальные уровни, сейчас скажу даже точно, ну, думаю, что у вас есть возможность, наверное, сейчас более точнее посмотреть минимальные значения, но это 116 с небольшим. Серьезная, конечно же, просадка, но нужно понимать то, что в основу этой просадки вложится как раз форс-мажорное обстоятельство, которое невозможно было прогнозировать, но, по крайней мере, так быстро, потому что нечто подобное мы наблюдали в августе, и вот сейчас, спустя 6 месяцев, Китай снова напомнил о себе. После того, как, да, в принципе, я уже сказал, что о Китае мы в ближайшее время забудем, это позволит нам вернуться к старым инвестиционным идеям, которые позволяют нам ориентироваться на макроэкономические данные американского происхождения, следить за рынком труда, в частности, на прошлой неделе мы получили серьезный фактор сохранения восстановительного вектора рынка труда США, нон-фарм-перлса, по сути, сейчас скажу точно, 292 тысячи новых рабочих мест против прогноза 200 ровно. То есть, по сути, практически 300 тысяч новых рабочих мест. При сохранении подобной динамики реально можно будет вывести общие показатели безработицы даже в район 4,7%. Рынок труда – это один из определяющих секторов, за которыми наблюдает американский мегарегулятор и от которого отталкивается, принимая решения, направленные на дальнейшие шаги по нормализации денежно-ковидной политики. Есть еще и инфляция, но, опять же, пятичный отчет, как я отмечал вчера, создал позитивный момент и здесь, потому что заработные платы подросли и рост заработных плат позволяет нам надеяться на последующий рост инфляции. Если такой тренд сохранится, я, наверное, в этом, может быть, уверен более чем кто-либо, поскольку лично смотивирован, скажем, на трейдинг по американцу, верю в силу доллара и знаю то, что против японской иены он должен стоить гораздо выше. Поэтому жду возвращения пары USD иена в район 120, ну и надеюсь то, что вы также присмотритесь к этому рубежу, чтобы занять длинные позиции. Поэтому, говоря про доллар, вчера, после, опять же, решения Народного банка Китая, мы тут же увидели повышенные, точнее, серьезные изменения ситуации в доходности американских трежерис. Если на прошлой неделе американские 10-летние долговые бумаги достигли минимального уровня за последние 15-16 дней, то сейчас американские трежерис постепенно подрастают, растет доходность инвестиций в активы номинированных в долларах и растет привлекательность американца, то есть доллар в связи с этим пользуется поддержкой. Далее на этой неделе у нас роличные продажи, промпроизводство и еще ряд выступлений высокопоставленных чиновников ФРС. У нас традиционный, скажем так, блок голосующих членов – это Датли, Локарт и Фишер, который получил право голоса в этом году. Можно сказать то, что эти представители лоббируют, по сути, наши идеи в рамках американского мегарегулятора. И в прошлый раз мы следили за их комментариями, видели, как они проталкивали идею необходимости повышения процентной ставки и, собственно, мы дождались этого решения. Полагаю, что особенно на фоне вчерашних заявлений Локарда, Дениса Локарда, о том, что экономика продолжает оставаться на пути дальнейшего повышения процентной ставки, он ничуть не сомневается в том, что инфляция также будет полномерно насти. То есть та позиция, которую я сейчас донес до вас, эта позиция имеет место быть, это позиция, которая прислушивается в рамках всего американского мегарегулятора. Я считаю то, что ФРС продолжит повышать процентные ставки и в ближайшем квартале мы увидим первое из них, что непременно станет бустом дополнительного роста для американцев. Ждем поэтому интереса к доллару, ждем тестирования сопротивления 120 иен за 1 бакс и ждем еще более выраженной восходящей динамики. Фунт против доллара. Актуальная котировка на текущий момент 1.45.22. Вчера я предложил вам использовать какосрочную возможность поднятия пары фунт-доллар с минимальных уровней с поддержкой 1.45. Надеюсь, вы воспользуете этой идеей, потому что, учитывая даже текущее значение, этот ордер уже в плюсе. Локальный хай был еще выше, но все-таки мы не добрались до нашего тейк-профита. Он в районе 1.46.50. Но еще не вечер. Посмотрим, что будет дальше. В целом говоря про перспективы британца. Сегодня на повестке будет два отсчета. Это промышленное производство, в частности, сейчас скажу точное время, в 12.30 по московскому времени. И после, уже ближе к вечеру, в 18.00 по Москве, в ВВП Англии. Но если вы посмотрите, опять же, на содержание экономического календаря, там особо рассчитывать на хороший отчет точно не стоит. Если мы увидим очередной блок слабых данных, значит давление на британца снова усилится, и мы пойдем еще ниже. Если это случится, то уже в ходе завтрашнего брифинга вернемся к актуальным ценовым уровням и поищем уже новые идеи. Но пока я все-таки оставляю, конечно же, в рынке тот бай, который вам анонсировал вчера. Но при, опять же, ухудшении макроэкономического фона будем готовиться и к дальнейшим распродажам. Еще хотел сказать пару слов про канадца. В частности, вчера пара USDCAD добралась до нового 12-летнего хая. Это уровень 1.42.43. Причина – разгрузка позиции нефти, которая является также определяющим сырьевым активом для канадской экономики. Но еще стоит отметить и заявление Банка Канады в ходе вчерашней торговой сессии о том, что снижение цен на энергоресурсы начинает уже негативным образом сказываться и на сектора вне добывающей отрасли. Хотя к этому и стоило готовиться. Я думаю, что было бы странно, если бы мы не увидели подобные параллели. Вспомните рынок недвижимости, вспомните состояние инфляции и вспомните, опять же, те спекуляции, которых мы придерживаемся относительно возможности дождаться еще одного снижения процентной ставки. Думаю, что подобные заявления со стороны Банка Канады между строк готовят нас к тому, что мы увидим это снижение. А значит, по паре USDCAD будет еще более высокий ценовой уровень. В частности, какой идеей мы пользовались вчера? Это buy stop с уровня 1.42.10, take profit 1.43.50, stop loss 1.41.50. Этот ордер в профите, его сохраняем и, соответственно, ожидаем реализации с точки зрения профита. Что касается других валютных активов, здесь все без изменений. После того, как мы добрались по паре USDCAD до 0.70, пока следим за ситуацией, не влазим в этот актив, потому что, опять же, ситуация с Китаем может очень быстро измениться. И по тем валютам, которые зависимы максимальным образом от Китая, ну, прежде всего, австралийцы и новозеландцы, мы можем увидеть ее восходящую динамику. Чтобы не схлопотать сейчас минус, давайте пока поддержимся вне рынка. По новозеландцу у нас цель 0.65, минимальный уровень 0.65.07, немного не добрались, но сохраняем этот ордер, думаю, что до конца недели все-таки сможем протестировать и эту поддержку. USDCAD по-прежнему ниже паритета, ждем буста от американца, ждем, когда снова доберемся до паритетного значения, там уже и будем рассматривать дальнейшие покупки. Ну и что касается золота, здесь у нас селстоп с уровня 1088 долларов за тройскую унцию, тейк профит 1075, стоплост 1093. Учитывая вчерашнюю коррекцию золота по факту роста доллара, может быть, уже сегодня мы сможем поднять этот отложенный ордер и будем ждать, соответственно, закрытия этой сделки по тейк профиту. Потому что я по-прежнему не сомневаюсь в том, что золото сможет уйти ниже 1050 долларов за тройскую унцию. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы знаете, то, что их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать для этого форум Amarkets, где у меня есть своя аналитическая ветка. Большое спасибо за внимание. Увидимся тогда в ходе завтрашнего брифинга. Удачной вам торговой сессии.